Привет дорогой зритель, добро пожаловать на канал Китай в помощь. Сегодня ко мне приехал новый инструмент для видеосъемки, рельсовый слайдер. Так что это видео будет интересно тем, кто следит за развитием нашего канала, а также тем, кто профессионально или в качестве хобби занимается видеосъемками. Как вы можете видеть, посылка, да и слайдер в ней достаточно крупный, даже в кадр целиком не влезают, надеюсь это не помешает нам с ним познакомиться. Вообще существует множество моделей и видов слайдеров, одни колесные, другие рельсовые, какие-то имеют карбоновые направляющие, какие-то сделаны из металла. У одних есть привод, у других его нет. В общем есть из чего выбрать и есть над чем поломать голову. После длительных изысканий я остановился на модели от бренда Ашанкс, это достаточно простой рельсовый слайдер, но давайте обо всем по порядку. Приехал слайдер с российского склада за 5 дней в картонной коробке. Слайдер поставляется в прочном и качественном чехле для переноски. Скажу сразу, чехол очень понравился. Он сшит из плотного материала и имеет несколько слоев. Также молнию с двумя собачками, ручки для переноски и пару карманов для всякой мелочи внутри. Но чехол это естественно не главное, главное сам слайдер. Слайдер очень радует, что инструмент уже находится в собранном состоянии. Это очень упрощает и ускоряет его использование. Весь слайдер, и это на мой взгляд немаловажно, сделан целиком из алюминия. Это делает его достаточно прочным, но при этом относительно легким. Весит он 1 килограмм 700 грамм. Что касается размера, при заказе вы можете выбрать из 4 вариантов. 60, 80, 100 и 120 сантиметров. Я выбрал средний вариант длиной 80 сантиметров. Ширина слайдера со сложенными ножками 18 сантиметров, а с разложенными 25 сантиметров. Минимальная высота в районе 10 сантиметров. Ножки слайдера регулируемые с круглыми резиновыми наконечниками и контргайками. Это позволяет без проблем установить его на любой поверхности. Что касается каретки, она сделана, как и весь слайдер, из алюминия и имеет 4 колеса подшипника. Оценим ее скольжение. Слушайте, ну скажу честно, каретка движется очень приятно. Плавно, четко, без рывков и закусываний. Кстати, заметил, что каретка ездит не по алюминиевому профилю, а по встроенным в него стальным направляющим. Если учесть, что алюминий достаточно мягкий металл, это похвальное решение. Давайте разберем слайдер и посмотрим, как он устроен. Меня очень порадовал тот факт, что практически весь слайдер можно перебрать с помощью одного шестигранника, который присутствует в комплекте. Открутив 4 винта, можно снять верхнюю часть каретки. Под ним располагается модуль с подшипниками и закладная гайка на 3,8 дюйма. На подшипниковом узле можно увидеть два регулировочных винта, с помощью которых можно отрегулировать силу прижатия колес к направляющим. Чтобы полностью снять каретку, нужно открутить ножки. Каждая из ножек крепится на двух винтах. И собственно, вот так выглядит каретка со стороны подшипников. И если честно, меня радует та добротность, с которой сделан слайдер. Что ж, на устройство слайдера мы посмотрели, давайте посмотрим и на его работу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да и если бы слайдер был длиннее, это сильно усложнило бы его транспортировку. Кстати, интересный факт, на морозе смазка в подшипниках загустела, что придало движению каретке еще больше плавности. Кроме всего вышесказанного, хочу поставить слайдеру плюс за большое количество крепежных отверстий по всей длине. При желании его можно с легкостью смонтировать на одном или двух штативах, придав при этом любой угол перемещения каретки. А вот что мне не понравилось, так это то, что закладной винт имеет стандарт 3,8 дюйма. Это крепление больше предназначено для крепления штативных головок, да и то не всех. И раздражает не сам факт наличия именно этого винта, а скорее то, что в комплекте не положили дополнительный аналогичный винт на 1,4 дюйма. Копешная деталь, которая бы позволила мне обойтись без вот этого переходника, в поисках которого я объездил полгорода. В остальном я очень доволен и очень рад новому инструменту. Надеюсь его наличие позволит мне немного оживить картинку в будущих обзорах и сделать их еще лучше в визуальном плане. Опять же, повторяя сказанное мной в начале обзора, инструмент этот естественно не для всех. Однако тем, кто следит за развитием канала, наверняка было интересно на него взглянуть. А вот тем, кто увлечен видеосъемками, настоятельно рекомендую присмотреться к этому устройству. Стоит оно относительно недорого, но может очень позитивно сказаться на качестве получаемых видеоматериалов. Ну и на этом пора закругляться, а как обычно ссылку на товар ищите в описании под видео. Там же будет ссылка на нашу группу вконтакте и надежный проверенный кэшбэк сервис. И конечно же, не забывайте про лайки, репосты и комментарии, наш канал нуждается в поддержке зрителей и подписчиков. Желаю вам отличного настроения и только удачных покупок в Китае. Субтитры сделал DimaTorzok